Всем добрый день, приветствую вас снова на Российской форуме по управлению интернетом. Меня зовут Карен Казарян, я директор по аналитике аналитики цифровая экономика. Сегодня мы поговорим по данным, про экономику данных, про использование данных в бизнесе и в госуправлении. И о том, какие механизмы нам необходимы для того, чтобы те процессы сбора, обработки данных, которые происходят как в государственном контуре, так и в бизнес-контуре, были уравновешены с правами пользователя и с теми регуляторными механизмами, которые предполагают защиту персональных данных и других типов данных. Безусловно, готовится новый нацпроект экономика данных, в связи с этим все больше и больше говорят про необходимость как можно большего использования и сбора данных, в том числе и в государственном управлении. При этом те барьеры, которые есть, защиту данных, наоборот, обычно предполагается повышать, а не расслаблять, в том числе, поскольку доверие пользователей к обработчикам данных, в том числе вследствие утечек, достаточно подорвано. Сегодня мы поговорим о том, как вообще такие механизмы могут быть устроены, какие есть, скажем так, выходы из этой, возможно, не самой простой, разрешимой проблемы, в том числе выходы технологические. И со мной здесь представители Ассоциации Больших Данных. Глеб Шаклин, Марат Тыховиев, Ирина Левова, Институт исследования интернета, Мария Сайкина, Ассоциация электронных коммуникаций РЭК, Александр Юхно, Ранхикс. Я бы хотел передать слово Глебу и, скажем так, начать с такого, в принципе, фундаментального вопроса, что есть доверие в сфере данных и с этого, скажем так, с постановки вопроса и начать. Добрый день, коллеги. А есть кликер? Если можно, выведите презентацию на экран. Пока выводят презентацию, я, наверное, буду ходить, чтобы вы не уснули. Значит, я недавно читал лекцию на тему обмен данными и вопросов доверия. Ну, во-первых, мне кажется, нам бы стоило как раз назвать эту тему, нашу сегодняшнюю секцию именно обмен данными и вопросов доверия, потому что, ну, я объясню, почему чуть попозже. Ну, по крайней мере, мне эта тема вот в такой формулировке, понятно, больше, поэтому я для себя формулирую ее именно так. Я не буду подходить сюда. В процессе лекции, которую я читал, как это правильно сказать, слушателям молодежи, слушателям курса по как раз управлению данными и вопросам доверия, я понял, что на самом деле эти вопросы настолько фундаментальны. Это вопрос, зачем и почему доверие так важно в контексте обмена данными. Я понял, что на самом деле эту тему надо поднимать на более высокий уровень, потому что часто за какими-то нюансами, деталями, технологическими аспектами мы забываем о первом вопросе, зачем мы это делаем. Значит, я вам сразу покажу, знаете что. Сейчас я буду пробовать. Найду слайд, который вас сразу немножко развеселит. Я надеюсь, нет, это все скучно, скучно. Вот, самое главное. Значит, если мы говорим про доверие на рынке, данных и вообще про доверие. Вот я прошу вас посмотреть на эту картинку, там сидит некоторый человек в центре. Посмотрите на него и спросите себя, насколько у вас к нему есть какой-то уровень доверия или недоверия. Вот как он одет, как он смотрит, как он сидит, не стоит. Ну и отследите просто этот уровень, запомните. И сравните с тем, что есть теперь. Если что, справа это Папа Римский, он целует этому человеку ноги. Если что, это заключенный, один из многих, которым Папа Римский иногда проводит вот такие процедуры. Я предположу, ну по крайней мере у меня, когда я смотрю на эти две картинки, доверие во второй картинке повышается. Потому что я думаю, ну раз Папа Римский к этому человеку с таким доверием относится, то я доверяю Папе Римскому, например, или Патриарху Кириллу. Я просто не видел, чтобы он целовал ноги заключенным, а так бы я, конечно же, сделал картинку другую. Но мое доверие к этому человеку, к сожалению, не знаю его имени, оно безусловно повышается. И в этом, на самом деле, можно было бы и закончить мое выступление, но я немножко его проиллюстрирую другими тезисами. То есть ключевой тезис в том, что фактор наличия доверенного посредника при разного рода взаимодействия между участниками какого бы то ни было социоэкономического взаимодействия является ключевым фактором. А теперь мы эту тему рассмотрим чуть более подробно. Настолько подробно, что мне придется даже с вами пойти в Википедию, которую я очень уважаю, и людей, которые занимаются. Согласно определению из Википедии, экономика – это хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Ну и в результате этой деятельности, естественно, непрерывно воспроизводятся блага, обеспечивающие жизнь и деятельность людей. В целом, это такое консенсусное определение, которое вроде бы все понимают, я его не понял, поэтому я предлагаю вам свое определение, которое я понимаю. Экономика – это деятельность, направленная на преобразование или приобретение ресурсов в ценности, или их приобретение, повышение ценностей этих ценностей для удовлетворения потребностей людей. И естественно, что в ходе такой экономической деятельности происходит в том числе обмен этими ценностями. Я очень прошу вас запомнить, что обмен происходит именно ценностями, а не товарами и услугами, потому что товарами и услугами обменивается искусственный интеллект. Но мы с вами все еще являемся обладателями естественной интеллекта, я надеюсь, и мы обмениваемся ценностями, а ценностями как раз удовлетворяют наши с вами потребности. Это такая базовая психология, наверное, вы тоже про это видели. И вот ключевой тезис, который на базе этого определения я вам предлагаю. Доверие – это необходимая инфраструктура для обмена ценностями. Если я с вами чем-то обмениваюсь, я должен вам предварительно установить с вами какой-то доверительный контакт. Если между нами нет доверия, с вами обмен не произойдет, я вам не буду доверять. Значит, точно так же, как сеть с каналами связи является инфраструктурой для обмена информацией, точно так же доверие является инфраструктурой для обмена ценностями. Какие факторы этого доверия в этом обмене можно выделить? Это лояльность, принадлежность к системе, это уверенность в инструментах обмена. Еще несколько, я их не буду перечислять, вы можете их прочитать. Но самое главное – это присутствие, ну, самое главное в контексте моей сегодняшней выступления, присутствие доверенных посредников и наблюдателей, то есть тех самых пап римских. Возвращаясь, данные – это ценность, это экономический актив, информация, соответственно, мы об этом и говорим. Участники обмена данными – наши стандартные три категории – граждане, бизнес, государство. Отдельно мы выделим персональные данные, которыми обмениваются граждане с бизнесом и с государством. Может происходить обмен между государством и бизнесом, но две из этих связей мы сейчас трогать не будем, потому что граждане с гражданами могут обмениваться, в принципе, там много чем, нам это неинтересно, это нервничная история. Ну и государство с государством тоже обмениваются по своим каким-то законам. Рассмотрим подробнее, как происходит обмен и какие факторы доверия играют наибольшую роль при обмене данными между, например, гражданами и бизнесом. Ну мы видим, что очень высокий фактор – это оценка желаний контрагента, то есть вы понимаете, зачем ему нужны мои данные. Например, если я отдаю свои персональные данные в банк, он мне в обмен представляет какой-то вроде бы сервис, ну я вроде как понимаю, что он хочет заработать на мне деньги. Но я надеюсь, что вы тоже это понимаете, банк не занимается некоммерческой деятельностью. И все, на что вы подписываетесь в согласии, так или иначе будет использовано, может быть, не против, но для вас или для того, чтобы как-то на этом заработать деньги. Граждане отдают свои персональные данные государству в обмен тоже на какие-то преференции. Чаще всего они лежат в оказании государственных услуг, поэтому стабильность, устойчивость контрагента во времени – это важный фактор. В отношении государства этот фактор играет большую роль, чем в отношении бизнеса, потому что сегодня бизнес есть, завтра нет, даже если это очень-очень крупный банк, мы знаем. Примеры, когда величина не спасала хозяйствующие субъекты от того, чтобы они исчезали из поля зрения или переходили из рук руки. Но с государством это чуть-чуть попроще, мы понимаем, что если мы приходим в МФЦ, то он, скорее всего, будет и через 5 лет стоять на том же месте или рядышком. И на каком-нибудь министерство тоже вряд ли упразднят на горизонте ближайшие 20 лет. Эта история нам тоже менее интересна. Нам, я имею в виду, участникам, представителям бизнес-сообщества, потому что я представитель ассоциации больших данных. В нее входят крупнейшие банки, телеком-операторы. Я специально для вас выделил на этом слайде нижнюю строчку. Она говорит о том, что фактор присутствия доверенных посредников и наблюдателей при обмене данными между бизнесом, это могут быть самые разные данные, как и какие-то агрегированные пользовательские данные, так и данные про все, что могут собирать эти хозяйствующие субъекты. Он является прям супер-супер ключевым, является, вернее, вносит большой вклад в повышение этого доверия. Ну, наряду, кстати, с оценкой желаний контрагента, бизнес хорошо понимает бизнес. Они все зарабатывают деньги. Банк с банком, все понимают, что эта деятельность тоже такая не нон-профит. Но и плюс еще большой вклад вносит уверенность в инструментах обмена. Это как раз технологический аспект. В крупных компаниях эта уверенность друг в друге достаточно большая, потому что прежде чем обменяться какими-то данными, компания проводит проверку контрагентов, технологическую требования, стандарты и так далее. Там все хорошо. При обмене данными между бизнесом и государством присутствие доверенных посредников является, в принципе, ключевым фактором, единственным. Потому что мы не всегда понимаем, вернее, бизнес не всегда понимает, зачем государство те или иные данные. Государство не всегда понимает смысл и как монетизировать данные в среде бизнеса. Уверенность в инструментах обмена тоже может быть совершенно разная, потому что очень разные люди, разные принципы, на которых выстраиваются технологические эти инструменты, и государственные системы существуют. Там законодательство, тут коммерческая история. Поэтому фактор присутствия доверенных посредников или наблюдателей, еще раз я повторю, это я уже показывал, он является ключевым. Значит, в заключение я коротко скажу о том, что вот эта вот идея, которую я сейчас попытался вам проиллюстрировать набором нескольких слайдов, имеет свои технические, технологические, организационные реализации. Вот мы в ассоциации, кстати, Марат этим занимается предметно, он мог бы там, если бы у него была сегодня не еще более интересная тема, о которой он вам расскажет, что он бы рассказал как раз про доверенного посредника. Это организационная структура, которая реализует ту идею, о которой я вам сейчас продемонстрировал. Такая технологическая инфраструктура. То есть это реальное выделенное пространство, технологическое, защищенное государственными стандартами, в том числе в стек, у нас есть сертификат соответствия, и к ней организован доступ для безопасной обработки и объединения обезличенных данных и другой информации, в том числе от органов государственной власти. Они могут туда данные помещать вполне безопасно, у них есть для этого соответствующие обоснования в лице, в виде нашего сертификата в стек. И далее эта инфраструктура позволяет контролировать целевое использование таких данных, ну и предоставлять к ним доступ. Я, наверное, не буду вас погружать в технические вопросы реализации этой истории. Я думаю, что презентация будет доступна, и в принципе это не какая-то информация, которую мы держим в секрете. Это организационные схемы взаимодействия компаний, которые участвуют в обмене данными, в том числе между собой, в том числе с государством. Организационная схема такая, какая она сейчас вам представлена, в том числе потому, что на текущий момент институт доверенного посредника в законодательстве может быть реализован только посредством института экспериментальных правовых режимов. Это особая такая история, когда под контролем регулятора, вернее под его надзором, наверное, не под контролем, под надзором регулятора создается правовое пространство, в котором существует исключение из действующего законодательства, существует программа внедрения какого-либо сервиса на объединенных, например, данных, в отношении которого мы пока не понимаем, насколько он рискованно может быть реализован, будут ли утечки и так далее. Три года мы экспериментируем, смотрим, реализуются наши риски ли, и если все хорошо, риски невысокие или они нереализованы, мы можем эти исключения из законодательства затем погрузить в не в виде уже исключения, а в виде положений в общие нормы. Соответственно, вот от этого зависят и потребности, и цели экспериментальных правовых режимов, и сама организационная схема, вот здесь она представлена, то есть там обязательно участвует регулятор, там обязательно участвуют надзорные рабочие группы, которые утверждают программу и следят за ее выполнением, там присутствует оператор нашей инфраструктуры платформенной. Все это нами разработано, мы ждем сейчас согласования и внедрения этого решения в программу ЭПР, собственно называется она там доверенный посредник, такая зонтичная песочница. Я очень надеюсь, что в этом году, очень жалко, что здесь нет представителей регулятора, которые принимают соответствующие решения, мог бы сказать это им лично, но я очень надеюсь и рассчитываю, что в этом году эта программа будет принята, и уровень доверия на рынке данных будет значительным образом повышен, а это нам всем обеспечит, во-первых, более спокойное ведение и бизнеса, и если мы говорим с точки зрения коммерческих структур, ну и более спокойное на самом деле использование сервисами, всеми нами как субъектами персональных данных, мы будем спокойно приходить в те же банки или там телеком-операторам, за сим-картами, за какими-то сервисами, спокойно передавать им свои данные в обмен на какие-то преференции, не боясь, что это обязательно куда-то утечет, потому что мы доверяем нашим контрагентам, мы знаем, что есть доверенные посредники, которые верифицированы регулятором, и они следят за исполнением всех законодательных норм, ну и всех тех принципов добросовестного ведения бизнеса и использования моих персональных данных, о которых, кстати, записано в нашем же кодексе этического использования данных. Коллеги, я на этом остановлюсь. Спасибо. У меня такой вопрос есть. Так, немножко назад, на один шаг к философской стороне. У нас есть, понятно, технологическая история, протоколы защиты, шифрование, обезличивание и так далее. Есть некая организационная сущность. Есть в, скажем, практике полярные сущности. Есть у нас, например, блокчейн, технология распределённого реестра, где инженеры говорят о том, что доверия нет, мы его создадим исключительно технологическим способом. Есть привычные сферы, например, те же юристы, адвокаты, у которых есть профессиональная этика, есть, понятно, закон регулирующих, есть тайна и есть, в принципе, некие общие принципы саморегулирования и этического кодекса, которому должен представитель профессии следовать для того, чтобы ему, собственно говоря, доверять. Когда мы говорим о сфере данных, ну, компании всё равно в первую очередь несут обязательства перед своими владельцами-акционерами в получении прибыли. Соответственно, когда у нас речь о посредниках, вот эта вот некая этическая профессиональная функция, должна ли она присутствовать? Я бы сказал, что это основной актив доверенного посредника. Если мы говорим, ну, как бы, это организация, которая может быть также коммерческой и извлекать выгоду и прибыль из своей деятельности, но она по определению должна строить эту деятельность, исходя из этических принципов, иначе, собственно, того повышения доверия, о котором я говорил до этого, оно у него не произойдёт. Спасибо. Перейдём к следующему спикеру, Александр Гахно. Александр, у нас, RunKix, у нас достаточно активно занимается вопросами, в том числе, сфорой трансформации использования данных в государственной сфере. У нас есть методики и рейтинга РЦД разработаны, и много других инструментов, которые используют в госуправлении. Лобственно говоря, я хотел бы задать вопрос, какова, на ваш взгляд, роль технологий обработки, хранения, использования больших данных в сфере государственного управления, как в России, так и вообще, скажем так, в передовом границе. Карен, большое спасибо. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Благодарю организаторов за возможность выступить на сегодняшнем мероприятии в таком широком экспертном составе. Использование больших данных и алгоритмов их аналитики является отличительной чертой государственного управления ближайшего будущего. В этом контексте большие данные следует рассматривать в качестве актива, которым необходимо управлять на всех фазах его жизненного цикла. Чем активнее в основу принимаемых государством управленческих решений будут положены результаты такой аналитики, тем приоритетнее для государства станет создание эффективной системы управления такими данными. Мы признаем, что в настоящий момент трансформационные процессы в этой области займут определенное время. Кроме того, реальный эффект от аналитики таких данных как правило становится возможным, если результаты такой аналитики направляются на решение конкретных проблем. В этой связи в научной литературе все чаще возникают призывы к разработке стратегий поддержки государственного сектора, управляемых данными. Такие стратегии, как правило, направлены на три области. Потребности граждан и общества, сбор, анализ и принятие решений на основании больших данных, а также мобильность и скорость обмена такими данными. В этом контексте мы переходим к стратегическому управлению большими данными, которые, как показывает анализ, нацелены как минимум на три элемента. Это инфраструктура и архитектура больших данных государства, это цифровая трансформация государственного управления и наличие трудовых ресурсов в этой области. Таким образом, мы видим, что изменяется формат взаимодействия общества и государства и возникает потребность в создании единой цифровой экосистемы, в центре которой расположены большие данные и алгоритмы работы с ними. Активно внедряемый в практику в последние годы платформенный подход также повышает эффективность работы в этом направлении, а обратная связь от граждан в режиме реального времени позволяет повысить качество требований к тем задачам, которые решаются в этой области. Таким образом, мы переходим к новому этапу, когда необходимо переосмыслить принципы государственного управления в нашей стране и перейти к этапу, который в конечном итоге позволит перейти от электронного государства к цифровому. Это как минимум потребует изменения основ функционирования государства, например, в части внутренних процессов, стандартов оказания государственных услуг, создания новой корпоративной культуры и так далее в этом направлении. Отмечу, что в литературе отмечается потребность в заключении нового общественного договора, который на практике позволит усилить применение больших данных, в том числе повторное, в целях извлечения большей ценности из них. Также это позволит перейти к более справедливому распределению выгод, которые мы получаем в результате аналитики больших данных. Повысим доверие между обществом и государством, в том числе за счет внедрения инструментов, которые уменьшают злоупотребление в этой области и в конечном итоге перейдем к созданию системы, которая работает на всей территории нашей страны и занимается формированием, управлением большими данными. Могу отметить, что в этом контексте существует множество рекомендаций. В рамках текущего формата дискуссии отмечу, что важным для государства является создание и реализация на практике подхода, который будет единым образом рассматривать большие данные в системе государственного управления. Нам необходимо внедрять на практике инструменты аналитики таких данных, которые удобны, которые можно адаптировать к текущим условиям и которые позволят в том числе оценивать качество управления такими данными. Невозможно забыть о кадровом вопросе. Необходима постоянная актуализация знаний, умений и навыков государственных и муниципальных служащих, а также обеспечение постановки им четких показателей эффективности в целях достижения национальных целей. В заключение отмечу, что невозможно обеспечить достижение этих целей без наличия единого понимания терминов, которые используются в этой области. Поэтому представляется важным принятие единого глоссария в области больших данных и цифровых технологий, которые впоследствии будут выступать в качестве базы для достижения тех целей, которые государство ставит в этой области. Спасибо. Спасибо. Я можно задам похожий на самом деле вопрос, но уже связанный с госуправлением. Во многом у нас различные ведомства собирают достаточно большое количество данных. при этом у нас зачастую нет общей картины, собственно говоря, где какие данные есть и нет и возможности их эффективно, соответственно, использовать в госуправлении. при этом если, судя по вопросу, на самом деле граждане достаточно доверяют государству хранение своих данных, при этом каждый раз очень достаточно сильно напрягаются, когда речь идет про, например, какие-то ГЧП проекты, про то, как государственные данные могут использоваться, данные из государственных систем, в каких-то других целях, например, монетизироваться. Соответственно, какие, что может сделать государство, чтобы, во-первых, повысить доверие внутри себя, для того, чтобы организовать обмен эффективной данными между различными ведомствами и как выстроить также и работу, собственно говоря, с бизнесом по использованию государственных данных. Большое спасибо за вопрос, он действительно очень важный. Могу сказать, что все мы уже понимаем, что проблематика внедрения таких технологий в госуправление – это вопрос ближайшего будущего. В этой связи на первый план для нашей страны выходит вопрос, связанный с обеспечением технологического суверенитета и впоследствии перехода от задачи по импортозамещению к импортоопережению, как минимум в тех областях, где у нас сильная позиция, могу сказать, что в основе этой деятельности лежит кадровый вопрос. Сейчас необходимо готовить интеллектуально образованных, ценностно ориентированных специалистов, которые готовы реализовывать на практике принятые нормативные решения. С точки зрения координации всей этой деятельности представляется, что необходимо внедрять технологии в качестве инструментов стратегического планирования. Во-вторых, важно обеспечить, чтобы эти технологии и их использование были нацелены на достижение цели национального развития. Невозможно забывать о проблеме, связанной с хранением данным. И вы действительно заметили важную особенность о том, что все больше государств и корпораций переходят к созданию единых хранилищ и общих данных. Здесь необходимо закреплять четкие права, обязанности и ответственность всех заинтересованных сторон. Важно обеспечить интеграцию в эту деятельность максимально количество заинтересованных участников рынка с тем, чтобы формировать общее доверие. И в заключение отмечу, что любая такая деятельность будет бессмысленной, если мы не будем показывать ценность для конкретного гражданина в использовании всех этих технологий с объяснением и расшифровкой сложных терминов, которые могут быть непонятны, например, старшему поколению, а понятны для младшего поколения, которые, например, не могут видеть долгосрочную перспективу. Таким образом, увязка со стратегическим развитием стороны становится одним из важных инструментов реализации этого тезиса на практике. Спасибо большое. Теперь мы, скажем так, немножко затронем другую парадигму, о чем я говорил в начале, про технологическую составляющую и о том, что значительное количество новых направлений технологии обработки данных призваны как раз сделать так, чтобы повысить доверие к обработке данных, одновременно повысив защиту этих данных. Передай слово Марии Исаакиной. Спасибо, Карен. Будьте добры, тоже моя презентация. Но я продолжу тему, заданную Глебом, про различные инструменты повышения доверия. И вот в докладе Глеба было очень много упомянуто термин как обезличивание. В общем, тематика обезличивания, она достаточно давно в повестке присутствует. Но вот в последние годы трендом является интерес таким продвинутым техникам обезличивания, которые объединены названием технологии повышения конфиденциальности, или еще раз у нас переводят технологии повышающей конфиденциальность, Privacy Enhanced Technologies на английском языке сокращенно Pets, как домашние животные. В контексте развития цифровой экономики, развития экономики данных, одной из ключевых задач является поиск баланса, баланса между защитой данных с одной стороны, а с другой стороны вовлечением данных в обороты. Прежде всего речь идет о данных, защищенных различными правовыми режимами. Это естественные персональные данные, здесь речь о данных, защищенных интеллектуальной собственности, коммерческой тайны и так далее. С различными данными ограниченного использования, ограниченного доступа. Что мы имеем на текущий момент? На текущий момент мы имеем, естественно, с одной стороны, тезис о том, что обмен данных нам необходим, и он необходим для развития цифровой экономики, для развития инновационных технологий, прежде всего технологии искусственного интеллекта. С другой стороны, уровень доверия к обмену данными в обществе невысокий, и вот здесь приведены недавние вопросы в ЦИОМ и анонациональные приоритеты, которые говорят о том, что, по крайней мере, среди респондентов данного вопроса более половины не готовы делиться данными ни с кем, включая государство. Это к вопросу, к тезису, озвученному о том, что государство доверяет, а бизнесу нет. Нет, государство на самом деле тоже не очень доверяет, и большая часть респондентов совсем не уверены в защите как со стороны бизнеса, так и со стороны государственных информационных систем. И еще есть один такой важный аспект, как доверие организации к использованию тех данных, которые имеются в их распоряжении. Вот по оценке Форестер, порядка 60-73% данных, которые владеет организацией, они их там собрали каким-то законным основанием, они имеются в их распоряжении, но они лежат мертвым грузом и не используются для аналитики никаким образом. Почему? Потому что есть жесткие регуляторные требования, есть опасения относительно утечек, ну и есть опасения относительно возможных санкций, штрафов, крупных денежных вливаний и, соответственно, административного и уголовного преследования. Вот для разрешения этой коллизии, ну что можно сделать? Можно, конечно, данные полностью анонимизировать, решить их всех возможных идентификаторов, таким образом предотвратить раз и навсегда возможность их дообезличивания и восстановления исходных данных. Но проблема в том, что, удаляя все идентификаторы, мы таким образом удаляем и все полезные свойства данных, которые можно использовать при поработке, чтобы получить всякие разные полезные эффекты. И данные у нас превращаются в такой абсолютно прекрасный защищенный кирпич, который можно положить на полку, на него любоваться, но ничего с ним делать нельзя. Но они абсолютно защищены. С другой стороны, конечно, использовать данные как есть совершенно невозможно, потому что это несет за собой значительные риски для их владельцев, как физических лиц субъектов персональных данных, так и для владельцев коммерческих различных данных, защищенных различными тайными. Ну и, собственно, поиск вот этого баланса заняты достаточно большое число регуляторов в мире. И вот возможным решением, которое предлагается на сегодняшний момент, которое очень активно изучается, это те самые технологии повышения конфиденциальности. Есть совершенно разные их определения. Здесь приведен только ряд из различных документов. Но к чему они сводятся? В принципе, это достаточно обширный стэк технологий, причем здесь могут быть как и программные, так и аппаратные решения, которые как раз своим функционалом имеют обеспечение безопасности данных при одновременной защите их конфиденциальности и приватности. Что это за технологии? Ну, на самом деле их достаточно много. Но вот в тех документах, которые мне удалось изучить, почитать, так или иначе встречаются вот те, которые приведены на данном слайде. Из них есть те, которые изучаются достаточно давно. Это, например, к-анонимности или дифференциальная приватность. Есть более новые истории, связанные с синтетическими данными, доверенными средами выполнения. Вот Марат после меня будет как раз рассказывать более подробно, поэтому я не буду на технической стороне этого всего останавливаться. Вот они такие есть, и их есть не одна, не две, а целый, в общем, стэк. Далее у меня на двух слайдах идут их краткое описание и описание их преимуществ. Я, естественно, зачитывать не буду, потому что презентация будет доступна и можно будет все это почитать. Что здесь важно, что напротив каждой технологии есть такой пункт, как ограничение. Из этого следует, что, естественно, не каждая из этих технологий не является абсолютно универсальной. Каждая из них должна быть использована, исходя из наличной ситуации, принимая внимание все имеющиеся аспекты, такие как, какие мы данные обрабатываем, с какой целью мы их обрабатываем, какие у нас есть инструменты, которыми мы их защищаем, куда мы их собираемся передавать и так далее и тому подобное. И, соответственно, существует масса рекомендаций, как эти можно принять решение в пользу той или иной технологии и вообще принять решение, стоит ли нам эту технологию применять или какие-то другие надо выбирать методы защиты. И многие из них рекомендуют в сочетании эти технологии использовать. Например, такое достаточно часто встречающееся нынешнее сочетание – это синтетические данные в совокупности с диверсиальной приватностью. Что про это все дело думает бизнес, коммерческие компании и думают регуляторы? Но вот мнение бизнеса, мне кажется, иллюстрирует этот прогноз Future Markets Society, который говорит о том, что за 10 лет, в 10 раз, более чем 10 раз, вырастет объем рынка со средним годовым темпом роста, более 26% в год. То есть бизнес активно вкладывается в эти технологии, потому что они видят в этом перспективе как раз уменьшить количество тех данных, которые у них хранятся мертвым грузом, которые они никак не используют, но плюс защитить себя от возможных штрафов с тренорегулятора. Почему? Потому что сами регуляторы всячески активно сейчас рекомендуют использовать эти технологии. Здесь тоже проведены разные всякие документы, которые так или иначе касаются данных технологий. Их за последние два года вышло достаточно много, но вот я остановлюсь на США, потому что там, наверное, на мой взгляд, больше всего проработана эта история. Есть принятая год назад национальная стратегия по развитию обмена данными аналитики, сохранение конфиденциальности, где, наверное, 90% тех, кто посвящена именно данным технологиям, и там их плюсом-минусом, особенностям использования рекомендаций. Есть внесенный в сентябре 2023 года проект «Законы об исследованиях в области технологий, обращающихся конфиденциальность», где упор делается на вложения, инвестиции в исследования и разработки в этой части. В ЕС очень много также вкладывается в исследования и разработки. Вот в рамках программы Horizon Europe и UF Health предоставляются гранты на исследование в области технологий, повышающихся конфиденциальность в контексте развития европейского пространства о медицинских данных. Медицинские данные – это у нас данные особой категории, которые достаточно сложные регуляторные требования к их обмену. Вот здесь регуляторы Евросоюза видят достаточно широкие перспективы применения именно этих технологий. Там хакатоны проводятся по исследованию различных аспектов применения технологий и так далее. Ну и, конечно, регуляторы в области защиты персональных данных в различных странах очень много этим технологиям внимания уделяют. Выпускаются различные рекомендации, мнения, отчеты и так далее и тому подобное. В общем, все они очень позитивно настроены относительно возможных перспектив использования технологий повышения конфиденциальности. Заканчиваю свой спич, таким риторическим вопросом является ли технология повышения конфиденциальности решение всех проблем. Ну, конечно, нет. Это не серебряная пуля и, как я уже сказала, ни одна из этих технологий не является универсальной. Каждый имеет свои преимущественные достатки. Плюс, поскольку это новая история, то не все аспекты применения достаточно хорошо изучены. И многие регуляторы отмечают, что требуются соответствующие руководства стандарты. Плюс, конечно, возникает вопрос о гармонизации их использования с принципом регулирования персональных данных. Вообще, определением статуса. Если мы применим какую-то из этих технологий к персональным данным, к какой категории их относить. Являются ли по-прежнему персональными, ли они являются безличными, ли они являются индивизированными. Это тоже вопрос еще пока дискуссионный. Но, тем не менее, перспективы есть и очень большие надежды на эти технологии сейчас возлагаются в контексте расширения обмена данных, повышения доверия к обмену. И вот в России как-то не очень-то дискуссия, по крайней мере, на поверхности. Я не вижу, что где-то это обсуждалось, но хочется верить, надеяться, что в контексте развития экономики данных будут уделяться внимания и промотированию подобного рода истории, использованию таких продвинутых решений, а не только репрессивные инструменты в виде штрафов и различных административных санкций. Спасибо. Спасибо. А у меня вот такой будет вопрос. Можно я сначала? Вопрос. Ну, действительно, достаточно передовая сфера. Вот из тех рекомендаций, опыта тех документов, которые уже есть, предполагается ли, например, в Европе, что технологиями повышения уровня приватности может пользоваться не только крупный бизнес, но и получить широкое использование? Или это же все-таки инструмент, в первую очередь, для крупного? Да, конечно, предполагается. И мне кажется, что как раз прежде всего это малый и средний бизнес является целью, особенно всех этих рекомендаций и руководящих принципов, потому что крупный бизнес, он сам обладает достаточно широким стэком технологий, и обладает большим количеством денег, чтобы внедрить все надлежащие уровни защиты. А бизнес небольшой, он все-таки в большей степени на паттерны, и полагается, который ему очень в этом плане помогает. И как раз вот вся работа по стандартизации, по формированию кодексов лучших практик, она направлена, на мой взгляд, на небольшие компании, которые могут просто взять, не обладая своими собственными большими ресурсами, это просто применить на себя. Спасибо. Да, Ирина? Да, у меня только вопрос такой. А вот в принципе, как раз продолжение вчерашней нашей по кибербезопасности. Ты упомянула, что технологии повышения конфиденциальности, ну, их и пропагандируют государства, и рекомендуют их использовать. Ну, нет ли... Мне кажется, что, может быть, неплохо было бы, если бы это можно было бы запроектировать, например, как смягчающее обстоятельство при назначении штрафов за утечку. Потому что, когда утекают персональные данные, это одно, а когда утекает защищенный датасет, это, наверное, как-то безопаснее. И, ну, как бы, как твое мнение? Может быть, ты при анализе сталкивалась с такой практикой? Ну, я не видела упоминаний, что вот прям конкретно технологии, повышающие конфиденциальности, их использование, да, может служить с смягчающим обстоятельством. Мне кажется, что в перечне любых смещающих обстоятельств есть пункт о применении надлежащих мер защиты, адекватных и позволяющих защитить права владельцев данных. Так вот, использование этих технологий, мне кажется, вполне может быть отнесено к адекватным мерам защиты, на мой взгляд. Но вот прям конкретное упоминание, я не помню такого всяких руководящих документов. Спасибо. Спасибо. Мы, как уже почти говорили, немножко перейдем к чуть более технических подробностей, а также какие проекты в этом плане реализуются в России. Марат Таховеев, остаться больших данных. Продолжим про использование технологий. Да, Карен, спасибо. Коллеги, добрый день. А можно презентацию на экран ввести? Да. Сегодня много уже сказали про то, что для создания доверенной среды для обмена данными требуется как и доверие внутри общества, так и какие-то технологические решения. И, наверное, у каждого выступающего сегодня был тезис о том, что любое, как бы, что есть одновременно и потребность бизнеса и государства в данных для разработки и развития продуктов и сервисов, в то же время мы должны обеспечивать гарантии прав граждан на неприкосновенность их частной жизни. Мария очень подробно рассказала про технологии повышения конфиденциальности. Конфиденциальности я, соответственно, хотел бы остановиться как раз-таки на той проблеме, которая лежит, мне кажется, в корне вот этого двух тезиса в том, что, в принципе, сейчас отсутствуют универсальные подходы конфиденциальной обработки, подходящие для всех типов кейсов. То есть мы понимаем, что с точки зрения полезности и безопасности данных все эти технологии, которые повышают конфиденциальность, должны применяться иногда в совокупности, иногда в поддельности. Как уже Мария сказала, что они имеют все свои плюсы и минусы. И вот, соответственно, подход к такой оценке применимости я вот как раз сейчас и хочу рассказать. В целом, понятное дело, что все эти технологии должны применяться в зависимости от сценария обмена данными. Европейское агентство по гипербезопасности выделяет в целом 7 сценариев. Среди них, соответственно, публикация данных, публикация витрин с данными, двухсторонний обмен, многосторонний обмен, прямой обмен, обмен через доверенного посредника. Соответственно, вот все эти сценарии, они исходят из таких критериев, как количество участников, направленность обмена, интенсивность обмена, модель безопасности и динамика защиты. Таким образом, в зависимости от всех этих критериев, для каждого конкретного случая и должен выбираться конкретный способ защиты, защита конфиденциальности и способ обработки данных. Такой вот case-based approach и вот тоже такой большой алгоритм, который можно предложить в качестве такого решения, когда вы выбираете для конкретного своего бизнес-кейса, соответственно, способ защиты данных. Вот можем пройтись, например, по нему, по одному из этих линий. То есть в первую очередь задается вопрос, имеется ли согласие или иное законное основание для обработки данных. Да, имеется. Соответственно, обмениваетесь ли вы данными с третьей стороной или публикуете их? Да, обмениваемся или публикуем. Достаточно ли вам выводов или необходимы детальные данные? Допустим, нам необходимы только выводы. Необходимы ли вам персональные сведения в наборе данных для выхода? Если мы отвечаем «да», то тут как раз-таки могут быть предложены в качестве решения конфиденциально многосторонние вычисления или доверенная сторона. Если нам, соответственно, нет необходимости в персональных сведениях, то как раз-таки могут использоваться агрегированные данные, дифференциальная приватность или ка-анонимите. Соответственно, какой подход с точки зрения математики мы в ассоциации предлагаем для как раз-таки оценки применимости тех или иных способов повышения конфиденциальности при принятии уже конкретного решения для бизнес-кейса? Нам кажется, что таким решением мог бы стать рискоориентированный подход, а именно оценка риска диабезличивания в каждом конкретном кейсе. Например, сегодня мы уже говорили про доверенные среды исполнения. Фактически это является применением организационных оперативно-технических мер для защиты информации, которая обрабатывается в этих средах. Соответственно, для этих случаев мы можем измерить контекстный риск математически и получить числовое значение того, с какой вероятностью злоумышленники смогут получить персональную информацию из того датасета, который мы планируем обрабатывать в рамках такой доверенной среды. Если мы, например, говорим про к-анонимность, то есть это четвертый пункт на экране, классическое обезличивание, мы его еще называем анонимизацией, здесь как раз-таки с точки зрения расчетов мы можем представить это число как обратное значение как раз-таки наименьшему набору совпадающих данных в датасете. Если мы уже говорим про более сложные системы, такие как конфиденциальные вычисления, либо же синтетические данные и применение иных статистических методов, мы тоже там уже с точки зрения научной проработки эти темы тоже уже были изучены и были предложены формулы. Я их не буду воспроизводить, потому что не все из них я сам до конца понимаю. Но хочу просто обратить внимание, что действительно с точки зрения математики, с точки зрения научной проработки эти вопросы уже изучались, были опубликованы соответствующие научные исследования работы, и их можно применять с точки зрения оценки той вероятности, с которой мы можем получить персональные данные. С чем мы здесь боремся? Здесь мы боремся с главным тезисом о том, что якобы любые данные, обезличенные данные всегда можно восстановить, потому что, условно говоря, в интернете есть бесконечное количество информации о любом человеке, и, соответственно, мы всегда можем какую-то информацию о нем добыть дополнительную и, соответственно, восстановить. Конкретно вот наш подход подразумевает, что мы не голословно утверждаем о том, что любые данные можно восстановить, а мы здесь даем конкретную вероятность того, можно ли восстановить или нет. Например, для случаев псевдонимизации мы предлагаем рассчитывать время, которое может быть затрачено на дешифрование тех псевдонимов, которые использовались в обезличенном датасете. Таким образом, если, например, время, которое займет дешифровку, занимает более 20 лет, то, наверное, мы можем признавать, что для конкретных наших бизнес-кейсов, которые происходят в 2024 году, мы можем эти данные использовать для каких-то бизнес-целей или для любых дополнительных целей. Данный подход был нами протестирован в том числе на трех бизнес-кейсах. Как я уже говорил, сценарии обмена всего семь, но у нас пока только три из них. Это вот как раз-таки в рамках двухстороннего обмена, многостороннего обмена и создание озера данных внутри, по сути, организации, то есть объединения данных внутри организации. Риск-подход позволяет нам, по сути, вычислить, как вероятность того, как при текущей методике, ну, скажем, при текущем бизнес-процессе с какой вероятностью могут быть диабезличенные датасеты. Кроме этого, мы также в рамках вот этого тестирования предложили коллегам новые подходы, которые позволяют повысить конфиденциальность. И, например, вот как раз-таки в кейсе маркетингового касания мы предложили использовать многосторонние конфиденциальные вычисления, которые изначально там не использовались. И мы видим, что помимо оценки риска диабезличивания, также компании могут управлять этим риском диабезличивания, и, соответственно, в зависимости от кейса и в зависимости от условно сохранения полезности данных для конкретного бизнес-кейса, они могут риск обезличивания снижать до таких значений, как вот, например, вот мы можем увидеть, сколько тут, около восьми знаков после запятой вероятность повторной идентификации человека. Мы понимаем, что такие данные очень тяжело дешифровать, то есть практически невозможно. И с нами тут согласны как раз-таки, по сути, коллеги из академических кругов, в том числе Академия криптографии. Вот. И фактически мы получаем тезис о том, что да, наверное, любые данные можно дошифровать с определенной вероятностью, но если такая вероятность минимальна, то мы экономическую выгоду получаем больше, и такие способы обработки следует скорее разрешить, чем запрещать все. Вот. И здесь на последнем слайде наше предложение по правовой модели регулирования. Мы, опять же, исходим из того, что нормативно не надо закреплять все вот эти вот, соответственно, методы обезличивания, как вот обычно тоже могут предлагать. Мы считаем, что на нормативном уровне должны быть закреплены модели оценки риска для обезличивания, и уже исходя из нее, компании могут применять те или иные способы конфиденциальной обработки, которые все время меняются, которые все время возникают какие-то новые. Вот. И в зависимости, соответственно, от оценки этого риска для обезличивания, принимают решения о дальнейшей обработке данных в соответствии с установленными порогами риска и оценки как контекстных рисков, так и рисков данных. Опционально также возможно страхование ответственности участников рынка, применяющих такой рискоориентированный подход в случае реализации риска для обезличивания. С точки зрения как раз-таки перечня вот этих методов и способов конфиденциальной обработки, мы предлагаем пойти путем создания национальной библиотеки обезличивания, в которую погрузить как раз-таки все возможные сценарии обмена данными и погрузить для них рекомендации по использованию тех или иных способов конфиденциальной обработки и, соответственно, рекомендации по измерению риска для каждого конкретного кейса. Ну и сделать эту библиотеку такой общедоступной, чтобы участники рынка, научное сообщество могло ее пополнять своими кейсами и, соответственно, таким образом расширять возможности для использования данных в цифровой экономике. Да, коллеги, на этом все. Спасибо. Спасибо, Нарат. У меня такой вопрос. Безусловно, все технологии, градации, есть, понятно, есть сценарии, есть измерение риска, есть еще всегда момент финансовый. У нас, ну, к сожалению, многие особенно, мы привыкли говорить про крупную организацию, у которых там действительно с защитой все хорошо, многие там малый и средний бизнес достаточно наплевать, если относятся к защите данных. Все внедрение технологий, опять же, требует достаточно серьезных затрат защиты. Есть ли у нас какие-то еще механизмы, кроме упомянутых уже штрафов, кроме как, собственно говоря, как бизнес может осознать, что эти затраты на защиту, они оправданы в данном случае, кроме как большую дубину поставить сзади? Ну, мне кажется, тут должны быть и экономические стимулы для самого бизнеса, соответственно, улучшать защищенность данных, как уже Ира сказала, в том числе через некие послабления, например, в регулировании. Что касается, например, риска ориентированного подхода, здесь можно привести пример то, что понятное дело, что такой подход не должны применять, например, все участники, то есть они должны доказать какую-то свою зрелость в плане работы с данными, и, соответственно, уже исходя из того, что, допустим, они подтверждают инвестиции в информационную безопасность, инвестиции в кадры, инвестиции в технологии, только после этого предоставлять им возможность использовать, например, рискоориентированный подход и использовать те данные, которые они собирают, в дополнительных целях. То есть таким образом мы вроде как и не наказываем, но при этом создаем дополнительные стимулы для повышения вот как раз-таки той самой зрелости в обработке данных. Идея прекрасная. Спасибо. Ирина. Я знаю, что Институт исследований интернета в том числе проводил работу относительно использования синтетических данных. У нас это, скажем, уже совсем пограничный момент, когда мы предполагаем, что персональные данные у нас не используются вообще. И данные мы синтезируем для дальнейших целей. А в каких случаях этот подход отправдан? И действительно ли на синтетических данных можно получить приемлемые результаты для бизнеса? Да, Карен, спасибо за вопрос. Ну да, действительно. Все-таки синтетические данные имеют существенную специфику, на которую, например, указывает НИСТ. Вот определение, например, Американского национального института стандартов и технологий определяют синтетические данные как данные, которые искусственно созданы, а не изменены напрямую. Здесь как раз мы сейчас говорили с вами про обезличенные данные. Вот и Маша, и Марат рассказывали о технологиях обезличивания. Здесь как раз очень четко можно уловить специфику того, чем отличаются синтетические данные от данных обезличенных. То есть при обезличивании мы осуществляем процедуру замены, сохраняя исходные характеристики полностью исходного датасета, то синтезирование данных, это все-таки, ну, есть основных два типа. Первое, это когда мы описываем, ну, условно говоря, некоторый возможный мир и задаем правила генерации и создаем искусственный датасет с целью дополнить недостаточно полный существующий либо использовать для каких-то внутренних целей, например, для тестирования, как это было сделано в эксперименте АБД. Так как мы с персональными данными не можем работать в сценариях объединения двусторонних и двусторонних вычислений. И второй способ, это когда мы указываем характеристики персональных данных более-менее с разной степенью четкости в зависимости от потребности и генерируем датасет. Ну, надо сказать, что, ну, упоминание синтетических данных, они тоже относятся, синтезирование, относятся к технологиям повышения конфиденциальности, о которых рассказывала Маша, и является, опять-таки, ну, рекомендованной технологией для разработки в области искусственного интеллекта. Что касается специфики регулирования, то речь о синтетических данных идет, когда мы говорим о искусственном интеллекте, то есть в регуляторике, которая касается искусственного интеллекта. Но они там встречаются, скорее, в контексте упоминания технологии. То есть законодательство об искусственном интеллекте, оно скорее касается, ну, разрабатываемое в настоящее время в странах, оно касается, скорее, результата. То есть, когда речь идет о результате, там, да, там, например, там, вы, там, сгенерировали контент какой-то неприемлемый, не знаю, который, там, попирает государственные устройства, там, или что-нибудь такое, там, не знаю, то этот нужно маркировать, допустим, или как-то помечать, что этот контент так создан, там, ответственность нести, вот в таком духе. Ну, то есть, в контексте, скорее, понятийного аппарата. Отдельное регулирование в область синтезирования сейчас находится, наверное, на таком экспериментальном уровне, и уровне, ну, как бы, описания технических стандартов, в принципе, я думаю, что и для Российской Федерации важно не смешать воедино, как у нас все любят, там, персональные данные, безличные, синтетические, там, все в закон, в 152-й, и потом разберемся, там, ну, Роскомнадзор разберется, даст определение, там, как сегодня, вот, можно рассказать, да? Можно расскажу. Коллеги, сегодня прям потрясающе прочитала вещь, не могу не поделиться с вами, очень смешная. Секундочку, одну. Разъяснение Роскомнадзора по персональным данным. Вопрос, является ли табельный номер работника его персональными данными? Роскомнадзор, официальный ответ. Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 3 152 федерального закона о персональных данных, персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, в скобочках, субъекту персональных данных, на основании вышеизложенного. Полагаем, что табельный номер работника может являться персональными данными при условии соответствия вышеуказанному определению. Ну и в таком же духе у нас может произойти все с обезличиванием, с синтезированием и так далее. Поэтому я тут поддержу коллег в части необходимости четкого понятийного аппарата, его задания. И я думаю, что разумно для того, чтобы избежать ситуации, когда мы установим, например, как в одном из проектов было написано поправок законопроекта, на котором сейчас активно обсуждается обезличивание, там методы обезличивания устанавливаются правительством Российской Федерации. Ну, вы сейчас вам подробно рассказали про методы обезличивания, вы прекрасно понимаете, что это математика чистая, высшая. И очень странно будет увидеть все, мне кажется, в постановлении правительства описание методов обезличивания современных, потому что это чистый алгоритм, это чисто математические процедуры. А вот конкретно по вопросу общих требований, установить требования, например, к организационной структуре, установить требования к оценке уровня риска на основе рискориентированного подхода, как это сделали во всех странах. И было бы неплохо, если бы это сделали у нас и дали возможность не только государственным структурам заниматься обезличиванием данных без согласия граждан, но и кому-то еще. Вот это вот, наверное, более-менее разумный путь. Ну и в части синтетики, я думаю, что здесь речь должна идти исключительно о техническом регулировании и правильное направление было бы это на базе 164-го технического комитета, 26-го технического комитета разработать стандарт по синтезированию данных. Возможно, 2-3 стандарта как раз с термологическим аппаратом и так дальше. В части обезличивания методов обезличивания, ну, наверное, тоже здесь нужно речь ввести в части методов про стандартизацию, потому что... У нас, кстати, есть прям прямой вопрос основной трансляции. Кто должен ввести национальную библиотеку обезличивания данных? Я думаю, что это должен быть совместный проект компетентных людей. Их не так много. У нас, мы их всех знаем. Вот. Это Академия криптографии Российской Федерации. Это, наверное, научное сообщество. Вот коллеги из Ранхикса были бы весьма полезны в части задания термологического аппарата. Это 164-й технический комитет, это 26-й технический комитет. И это, конечно же, Ассоциация Больших Данных и Национальный Технический Центр Цифровой Криптографии. Созданная структура специально под эти задачи. Я думаю, что вот, ну, площадка может быть в любом месте, а наполнение должно быть совместным. Ну да, идея заключается, наша идея, по крайней мере, заключается в том, что мы со своей стороны этот портал создадим, наполним первыми кейсами, которые у нас уже есть как раз-таки по тестированию. А в дальнейшем это должен быть такой модерируемый портал, куда люди могут загружать контент, который, понятное дело, будет проходить какую-то проверку и после этого будет доступен всем желающим. Ну да, статьи по теме там можно размещать, создать сообщество экспертов как раз. И это проще будет для бизнеса, то есть, когда можно будет посмотреть лучшие практики, там, свод, да, как там, результаты экспериментов, которые проводятся. Вот у нас есть набор экспериментов, мы продолжаем достаточно активно экспериментировать. Это очень хорошая база будет для развития экономики данных, как мне кажется. У нас есть еще вопрос онлайн. На каком этапе находится формирование национальной системы управления данных? Есть ли какие-то новости о ней? Ну, Министерство экономического развития ответственно за разработку законопроекта национальной системе управления данных. Насколько я знаю, версию они разработали, отправили на межведомственное согласование, получили много замечаний и теперь думаю, как их учесть. Вот, поэтому мне кажется, что если сейчас правительство поменяется, то этот проект не будет принят никогда, честно говоря. К сожалению. Хотя проект очень хороший, очень неплохой. Вот в той редакции, в которой Минэкономразвитие высылал на межведомственное согласование. Прорывное, я бы сказала. То есть там предполагаются правила, по которым бизнес может получать государственные данные, в том числе на возмездной основе, что представляет достаточно существенный интерес для бизнеса, именно если это будет на определенном уровне качества. Таким образом можно было бы улучшить сервисы для граждан, сделать их более быстрыми, более качественными. Но там также появилось понятие синтезированных данных. Это речь идет в том числе и о тайнах. То есть, когда мы можем работать с тайнами и данные обрабатывать, когда они будут утрачивать статус конфиденциальных. Это было бы очень неплохо, потому что сейчас это достаточно интересный пласт защищенных категорий данных, которые для разработок в области аналитики данных искусственного интеллекта представляли бы, конечно, существенный интерес. Спасибо. 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 Возможно, да, из золы. Добрый день. Вадим Михайлов, Координационный центр домена FRO.RF. У меня как раз вопрос по этому замечательному порталу, который готовится к Марату. Во-первых, есть ли хотя бы какие-то примерные сроки, когда вы собираетесь все-таки это дело запустить? И второй вопрос. Я извиняюсь, если недопонял, Ирина вот об этом говорила немного. Планируется ли привлечение регуляторов для оценки вот этих рекомендаций, для того, чтобы этим можно было пользоваться, понимая, что это прошло какую-то регуляторную оценку? Спасибо. Спасибо за вопрос. По первому, соответственно, некий MVP этого портала мы планируем до конца этого года запустить, посмотреть, как это будет работать. И, соответственно, после этого, наверное, на следующий год уже будет какая-то публичная демонстрация его. И, соответственно, вот как я сказал, наполнение и доработка в соответствии с пожеланиями участников рынка. По второму вопросу, на самом деле, он открытый. В целом, понятное дело, что привлечение регулятора было бы очень хорошо, в том числе для подтверждения каких-то там гипотез, которые на этом портале будут. Но мы понимаем сейчас, что регулятор активно в это не собирается, по сути, включаться. И мы боимся, что тогда это просто затормозит вообще всю работу. То есть мы фактически получим неработающий портал, потому что если мы не получаем обратную связь, соответственно, какого-то подтверждения нет. И, соответственно, значит, это не подтверждено, значит, мы это не можем публиковать, значит, мы это не можем использовать. Поэтому мы тут, наверное, скорее предлагаем формат такого некого совета рынка, где эксперты, участники рынка могут каким-то образом подтверждать те или иные практики, признавать их добросовестными, безопасными и уже, исходя из этого, публиковать на портале. Ну и, понятное дело, продолжая диалог с государственными органами на тему того, что можно ли использовать эти практики с точки зрения регулятора. Ну, технологии так быстро развиваются, что регулятор, мне кажется, регулятор – это же юристы в основном. Ну, техническая экспертиза от служб безопасности, ну, мы можем им направлять, но, честно говоря, там наши диалоги по вопросу рискориентированного подхода и этих всех формул, они, ну, коллеги сотрудничают с Академией криптографии, да, там, ФСБ России, с Академией криптографии Российской Федерации. Ну, мне кажется, что научное сообщество здесь более удачный вариант, потому что, если мы будем сейчас, то есть, информационно с регулятором, конечно, их включить можно в этот совет, если им интересно, но именно согласование проводить смысла особого не имеет, мы так остановим весь прогресс вообще в этой области, в России. Здравствуйте. Слушайте, у меня, вот я вас слушаю, прекрасная панель, мне она очень понравилась, я очень хочу ее целиком использовать в следующей панели для демонстрации про личные интересы, да, здесь все прекрасно. А скажите, а зачем вообще собирать данные? Вот эта вот история, я помню, давайте, может быть, там, напомню историю о том, что наше государство собирает кучу данных про нас, и оно очень хочет им торговать время от времени. Мне кажется, эта история умерла года три назад, но такая представительная панель представительных ассоциаций говорит, что, кажется, эта история выплыла опять. Зачем вообще собирать данные? Почему нет идеи не собирать данные? Потому что, вот, например, когда вы говорите, там, вашему айфону или вашему гуглу хрому отправлять телеметрию, да, он отправляет телеметрию уже анонимизированной, гугл не собирает вашу фамилию, а каким-то вероятностным, вот, там, с шестого или восьмого пунктика слайда молодого человека, оно уходит сразу, гугл не собирает о вас информацию, ну, например, или эпл. И более того, я знаю, что российский крупняк безумный совершенно четко владеет этой технологией, лет пять, а то или шесть назад рассказывали о том, что, да, мы это все умеем, и мы, как бы, вот это. Опять-таки, тот же Apple говорит, мы не собираем ваши данные, да, история про приложения, когда Apple пишет, какие ваши данные собирает, это хорошая история, да. О чем мы в России-то обсуждаем, как делиться друг с другом данными, как там аккуратненько извлекать выгоду, из каждого гражданина, да, у нас каждый человек становится товаром на государстве. Мы обсуждаем эту историю на полном серьезе, вместо того, чтобы сказать, ребята, ну, не надо вам меняться данными, да, зачем? Ну, у меня, можно я начну продолжить? От всех очень хочется услышать ответ, особенно от фанхичных. Я, как некая, то есть первая причина, которую Ира крайне сказала, там, да, там в Америке нет федерального закона о защите персональных данных, но есть законы штатов, да, есть GDPR и так далее, в котором довольно четко описано, если ты вот этому следуешь, к тебе не придраться, ты не собираешь данные, это данные не персональные, свободен. У нас, ты можешь анонимизировать сколько угодно, устроиться, русскому закону тебе придет и скажет, это персональные данные. Мы ничего не знаем, методы обезличивания, что это такое, мы не понимаем. Это персональные данные. У нас в законе написано не обезличенные данные, а персональные данные, полученные обезличиванием. То есть они все равно персональные. И пока вот это будет сохраняться, да, наш диалог в основном он теоретический. Мы, да, действительно, компании все знают, как использовать там технологии повышения контенциальности, но с точки зрения глигуреата нет никакой разницы, используешь ты их или нет. Да, и следствием этого является то, что, да, нафига я буду вообще заморачиваться сейчас эти технические мощности свои использовать и запускать там какие-то... Я буду с персональными работать, потому что, что бы я ни использовал в рамках российского права, это все равно будут персональные данные. Потому что персональные данные – это все. А? Это будет использовано против тебя. Это не персональные данные, это в любом случае. Что бы ты, даже если ты их пушу дали, а если ты общаешься в российском праве, все будет использовано. Ну, это, да. Ну, типа того. Ну, вот в части персональных данных у нас очень такое, как бы что ни вышло, охранительная позиция. Вчера касался Алексей Лукацкий, да, 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 хорошо он вчера рассказал об этом. И, например, когда на своих детях приводил, что вот никуда не пущу. Вот у нас приблизительно такая практика. Но, к сожалению, там, ну, ребенок, да, не может развиваться, если его никуда не пустить. Он должен социализироваться. Также и российский бизнес, он нельзя, не будет заниматься и развивать технологии, если его никуда не пускать. И давать ему заниматься там реализацией там каких-то проектов в области аналитики данных и искусственного интеллекта. Это все полезные вещи, это приносит и добавленную стоимость, и создает дополнительные сервисы там для удобные, для пользователя. Но, как бы, когда в таких, ну, в реальности отсутствие обмена данными, возможности для этого обмена, мы ничего сделать не можем, к сожалению. Мы можем только на синтетике что-то тестировать. Можно я второй по поводу там зачем и как. У нас вот, например, очень-очень-очень чрезвычайно любят говорить про китайскую модель. Читаем китайскую модель управления данными. Значит, 70-й съезд КПК постановил, что данные являются наравне с трудом, средством производства. Соответственно, значит, в соответствии с коммунистическими принципами данные должны вовлекаться, значит, в сферу производства на основе честных принципов. Значит, нужно создавать биржи данных, в которых, значит, и бизнес, и граждане могут обмениваться данными для того, чтобы максимально извлекать из них ценность ради блага построения коммунистического общества Китая. Говоришь, вы вот это хотите? Давайте, вот, давайте, у нас все управляют и все отменятся. Я говорю, нет. Вы вот это хотите? Нет. Вы неправильно поняли. Мы не читали, что там Китай делает. Мы не так думали. Соответственно, да, вопрос, собственно говоря, кто владеет данными, кто управляет, и как из них извлекать, это вопрос баланса и соблюдения прав всех сторон. Невозможно, когда, будь то бизнес, будь то государство, если одна там страна на себя что-то перетягивает, то и никакого value от этого вряд ли будет. Поэтому дальше там собирайте, не собирайте, ну, толку никакого. А можно я отвечу, попробую ответить, потому что один предметный бизнес-кейс, почему обмениваться данными там интересно компаниям. У одной компании есть данные, допустим, о продажах какого-то конкретного продукта, а другая компания владеет данными о просмотрах рекламы этого же самого продукта. Вот, например, большое бизнес-велье лежит в области объединения этих данных и понимания того, как эта реклама отработала на продаже. Сейчас рекламный рынок, рынок маркетинга очень, как сказать, он ориентируется на впечатления, на репорты. Я купил, но на самом деле вам чек не покажу. И это все в такой очень туманной истории. Они спят и видят, как сделать так, чтобы вот я показал тебе рекламу, и потом я хочу знать, ты купил или нет. И здесь невозможно этот кейс сделать нормально, если ты не понимаешь идентификатор с одной и с другой стороны. Пусть он будет зафеширован в 10 раз. То есть как бы там хотят китайскую модель, а вы хотите сурвелоскапитализм. Все, я понял. Слушайте, бизнес хочет всегда только... Бизнес хочет зарабатывать, да. Но вот про защиту интересов, да, и защиту данных, и защиту... Китайская модель то же самое все, что о чем говорит Глеб, если почитать внимательно. То есть вот эти лозунги про то, что в Китае там данные принадлежат государству... Да нет, я говорю, что нам надо не как в Китае, и не как в проклятой Америке, значит, с урвелоскапитализмом. Да, нам надо защищать граждан. Вот поговорим в следующей сессии, да. Ну спасибо, очень интересно. Политики нет, есть только экономика. Ну такое, ну такое, я не согласен. Пойдемте, пойдемте, выйдем, обсудим. А у Ран Хиггса нет ответа на этот вопрос? Давайте, у нас, наверное, есть... День добрый, уважаемые коллеги. Очень приятная дискуссия, конечно. Вопрос следующего характера. Меня зовут Виктор, я компания Борей Технологии. Вопрос следующего характера. Какой протокол интернета отвечает за передачу, безопасную передачу данных? Это первое вопрос. И какими протоколами интернета пользуются все, кто передает? Чья компания и какой страны? Можете ответить? У нас, простите, у нас стэк протоколов как бы общий. У нас есть TCP, IP, и все основные технологии, которые являются надстройками, они создаются на сервисном уровне, на уровне приложений. Поэтому, как бы, те, безусловно, есть там определенные идеи по внедрению технологии защиты на уровень протоколов ниже, но по-честному наиболее распространенным является уровень приложений. Поэтому, как бы, и вряд ли в условиях современного института стандартизации управления интернетом мы как-то сильно продвинемся вниз по протоколу по внедрению защищенных решений, как мне кажется. Вот. Я просто уточнил, вы данные связи имеете в виду или большие данные? В ВИБе, когда передаются данные, какой протокол интернет отвечает за безопасную передачу данных? Простой вопрос был. Я же говорю, ну, у нас как бы протокол стэк протоколов общий, а защищенную передачу у нас обеспечивают дальше с приложения. Вот все, о чем мы говорили, это уровень приложений. То есть никто не видит замок, который сбоку стоит такой, да, который HTTPS security вот это, да, получается? А это не оно. Но мы говорим про технологии, которые работают с базами данных и обрабатывают их. И это все делается в приложениях, а не на уровне TCP API. Нет, это не SSL. Ну, как бы SSL передается только уже дата-стрим, который предварительно обработан. Ну, по большому счету. СЛД получается? Есть, но это дата-стрим. Тогда идут данные, которые изначально обработаны на уровне приложений. Мы уже даже немножко вылезли, так что всем спасибо. Спасибо. Спасибо.